Продолжение следует... 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 И гэшники таки вышли у меня сзади. Все четко по ихнему лейлистскому плану. Взяли меня в клещи и сейчас будет пырить. Ну хотя бы этих санах спейсмаринов я заберу с собой. Не мог я держать никак в резерве своих спавнов, чтобы там, ожидая выйдет эта химера, не выйдет. Сейчас по факту ее убивать некем. Спавнов осталось все два, и там они уже в центре. Бежать обратно под стрельбой нет. Без шансов. Единственная у меня надежда укрепиться на центральной точке и гэшникам туда не дать дойти. Спейсмарины убегает от меня. Пришли сюда один подчеркнулся в моего пацана, а в него самоубился. Стрельба отсюда нет, этот убил здесь одного пацана. Нет, ну с первых минут было понятно, что от спейсмарина не надо ждать гениальной игры. Но опять подставлять свой лэндспидер под меня. Или он думал, что сейчас придет его грозный спейсмарин с пиломечом и пистолетиком и спавно замочит. Ага. Мы пофейлили несколько раз. Значит, с этим собрались, стреляли в одного, не смогли из пистолетов. Но в ХТХ завалили его. Это все, кто дошли, отошли. Значит, этот парень прошел, попал вот так все свои атаки и не пробил ни хрена из двух попавших. Там я забыл, что 12-й лоб в шагалке и мы там застряли, к сожалению. Меня что-то переглючило. Я подумал, что это скаут Сентинелли с 10-й броневой лобовой, а это оказался армор от Сентинелли с 12-й. Ну, вообще, должен был догадаться, что лэндспидер не просто так ему в борт стрелял в начале, но как-то в течение партии все это забылось. Ну, вот, получается, спавн сдал за зря, там, он какое-то время постоит, кто-то тоже с пяти только пробивает. Мой ничего не может сделать и убежать не может, филистная сучка. Ну, вот, ладно. Второй вот зафелил, кучу атак накидал, все хорошо, ни хрена не попал. Но зато вот тут реально там выбегает этот спейсмарин, такой, «Мне пистолет и пила меч!» Приходят пять культистов, и чё, на тебе в борщ! ИГшники выехали из всего-всего сюда, не попали ни разу. На фсотами стреляли. Значит, этот там тоже не попал, в общем, вот такой ход. Проехали, с нафсотами ничего. Эти мужики спейсмарины, сюда большой блин, блайнда, на шесть сместился, из болтера тяжёлого разобрал одного пацана. Все ледак прошли, ничего не делали. А, там в точке подошёл. То есть, «They shall no fear» означает, что совсем у ребят всё отключено. Он не обращает внимания никакого на спаны, которые за ним охотятся, просто поближе подлетает к моим культистам, чтобы их напырить. Типа, «Везите меня ближе! Я его сейчас шашкой ударю!» Мы двигаемся, бежим. Эти, вот этот убил, цена на точке, девочка стреляла, нет. Глянец нанёс с восьми атак. Максимальное количество атак. И попал неплохо, но на пробитие ничего. Имперская гвардия, высадились все, здесь расстрадоточились. Этот по полной проехал, не попал. Вот этот чувак убил, там, кого-то моего. Спейсмарин и всё прошли. Встал сюда, расстрелял в него. Ничего. Этот сюда залегли, откинули ковёр. Снайпер не попал в него. Мы подбежали сюда, этим охотимся за спидером. В этого постреляли, дошли практически все. Один остался. Там кучу накидали шестёрок. Он нас нет, два раз попал, ни разу не пробил. Мы два раз пробили, арморы откинуты. Здесь аккуратненько врегнули одним пнём. Там нам ничего. Близится конец тура, а напоминаю, он кончается по времени. И тактическая ситуация на столе для нас следующая. Мы практически через весь стол дошли до вражеской дальней точки, но успеваю или нет, не знаю. В центр противника баланс-спидере прыгнул, прям как заказывали. Туда приходит наш спаун, врекает и стоит у центральной точки. Главное, чтобы не умер. Задискорили культистами ещё точку. С снайпером не успеваем. Туда бы нашего второго спауна, но он застрял в Сентинеле. Тут, конечно, если бы он был не арморит, я обязан был бы у него идти, потому что он своей автопушкой, конечно, напрягал страшно. Особенно спаунов, которых шестая тафна, но армора нет. Ну, не знаю, если бы я понял, что он арморит, как бы я сыграл, возможно, он там выжил, но, наверное, всё-таки я убил бы этого снайпера. Но, в принципе, не важно. Очки здесь. Здесь не главное противника выжить, а самому набрать максимум. То есть пока я задачу решаю. Стою в центральной точке. Но там важно, как сейчас сыграет Химер. ИГшники застряли эпично, попытались въехать, но расстреляли, сняли дверраны негодяя. И там он освободился, наконец, точку заскорил. Здесь скорят тоже. Вот, поговорю, ты бы сейчас застрял. И он застрял. Победа. Но, правда, дверраны спилил у спавна в пятом ковре. И сейчас ходят спейсмарины. Неприятно. Могут что-нибудь сделать, но у спавна. И тогда не знаю, что получится. А у меня хватит ли времени на ход, я не знаю. Там уже всё, секунды. И успели спейсмарины. У нас только здесь ничего. Одного мне убили, один бежит. Убили снайпером, который один раз и так не прошёл, но зареролил. Убили моего, одну раму сняли. На последних секундах снайпер, который сначала не прошёл брейк-тест, но за ноу-фир преролил его, убрал моего спавна. Всё прокинуло. А я пятый ковёр своим нет. Залечь я не мог. Фирлесный. И получилось, что я разделил главную точку пополам с эгэшниками. Потому что химера стояла на таком же расстоянии, как какой-то мой один культист. Но самое прикольное в игре ботом, то, что тебе насрать не обидно абсолютно. И очки не важны. Главное, я потестил, посмотрел, как играет. Мне очень понравилось, как это играет. Гораздо лучше, чем 5 пацанов в 3+. И если бы не кривой стол из трёх игроков, я думаю, гораздо лучше бы всё пошло. Вот тут тоже много рандома. Там эгэшники вышли с какой-нибудь нужной стороны. В общем, главное, я понял, что проблема, конечно, техника. Так что потестим другую расписку вместо спавнов в мотике. Но я думаю, что будет хуже. Потому что, несмотря на шестую тавну и третий армор, это всё-таки обычный пацан с одной раной. Дошла вонда, армор не прокинул. Если вообще у тебя есть, бывает, что и АП3, и АП2, АП1, там, с мельтами пацаны бегают. Ну всё. А так, из мельтами стрянули спавну? Ну окей. У меня стало чуть меньше. А сейчас я к тебе в ХДХ пройду и на АП3 тебя. Ну, потестить стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok